Здравствуйте, сегодня в выпуске. Российское зерно может пойти по коридору Север-Юг. Казахстан разместит у себя 30 биолабораторий США из Украины. The Hill. Техас все больше отдаляется от США, не выполняя ультиматумы Вашингтона. Россия сможет отправлять зерно клиентам через международный транспортный коридор Север-Юг, сообщает турецкий медиаресурс Hyperglobal. Приостановка зерновой сделки вызывает вопросы о том, как именно российская сельхозпродукция, которая должна заменить на глобальных рынках украинскую, дойдет до покупателя. Одним из направлений мог бы стать коридор Север-Юг. В качестве примера подобных поставок сервис приводит перегрузку зерна с российских портов на Волге в иранский порт Энзели на Каспии, откуда продукция идет в Казвин и далее. По сведениям источников Hyperg, в правительственных кругах Ирана и Российской Федерации обсуждают именно этот маршрут доставки зерна. О дальнейшем пути российского зерна из Ирана полной ясности нет. Очевидно, оно может быть доставлено в южный порт Бен-Дарабаса, оттуда в государства Африки и Ближнего Востока. Международный транспортный коридор Север-Юг – это совместный проект Ирана, России и Индии, который предусматривает создание инфраструктуры, которая существенно облегчит торговлю между государствами Евразии. Провозглашенная еще в начале нулевых годов концепция, тем не менее, начала получать свое практическое воплощение лишь менее десятилетия назад, когда начали возводить конкретные объекты, важные для бесперебойного функционирования торгового пути. Похоже, украино-американский клещ укусил кого-то из казахских властей. И подействовало это зело благотворно. Понравилось настолько, что Астана согласилась разместить в Казахстане 30 американских биолабораторий, которые ранее базировались на Украине. «Такаев хочет превратить свою страну в полигон для испытания биооружия, чтобы перекрыть отсутствие успехов в экономике», – так считает директор агентства этнонациональной стратегии Карбинский. Казахстан интересен Западу тем, что во времена Советского Союза здесь были созданы прекрасные исследовательские центры по борьбе с чумой, холерой, тифом, гепатитом, сибирской язвой и бруцеллезом. Остались оборудованные помещения и специалисты со знанием и опытом. Эти центры хоть и в полузаброшенном состоянии, но подходят для переброски биолабораторий из Украины, где их спешно пришлось закрыть после начала СВО из-за того, что материалы исследований могли оказаться у России. «Согласившись сотрудничать с американцами, президент Казахстана Касым Жамат Такаев получит поддержку США, которая на фоне скромных успехов в экономике будет для него весьма кстати», – говорит Карбинский. «Весьма опасный союз, поскольку Казахстан граничит не только с Россией, но и с Китаем. А там с биооружием церемониться не станут и не будут ждать, пока оно созреет в американских пробирках». Удивительная тяга к суициду у молодых постсоветских демократий. Проблема нелегальной миграции захлестнула весь мир. Многие государственные политики и чиновники в Евросоюзе и США только делают вид, что борются с нашествием иностранцев, приносящих некультурное разнообразие, как твердит либеральная толерантная пропаганда, о преступности наркотики. Однако реальную борьбу с фактическим наплывом преступности и беззакония, приносимого нелегалами, продемонстрировала лишь местная власть Техаса, показавшая решимость идти до конца. Как пишет издание The Hill, Вашингтон выдвинул ультиматум Техасу, установив срок для разборки плавучих барьеров против мигрантов и наркокартелей на реке Рио-Гранде. Однако губернатор Техаса Грег Эббот накануне поставил в известность администрацию Джо Байдена, что сооружения, защищающие штат от нашествия мигрантов, останутся на месте, а он готов встретиться с противниками в суде. Министерство юстиции США до того пригрозило судебным иском против Техаса, если барьеры на реке не будут убраны к двум часам дня понедельника. Отказ Эббота прозвучал незадолго до означенного срока. «Техас полностью использует свои конституционные полномочия, чтобы справиться с вызванным вами кризисом. Мы действуем в соответствии с Конституцией США и высшими законами нашего штата», – обратился Эббот к президенту с открытым письмом. Разумеется, требование министра не было выполнено, и теперь юг США может оказаться в эпицентре серьезной эскалации, поскольку в политической потасовке начали задействовать военные формирования федерального и местного подчинения. Губернатор штата, защищающий жители и регион от наплыва криминалитета и асоциального контингента, открыто саботирует требования федерального правительства США убрать приграничные заграждения. На защиту этих сооружений, в первую очередь от наркокартелей. Властью Техаса направлены вооруженные стрелковым оружием и дронами подразделения Нацгвардии. При этом пограничники, подчиняющиеся федеральному правительству, по приказу из Вашингтона пытаются разобрать заборы из колючей проволоки и убрать речные буи, впуская нелегалов, на которых у Байдена и его клики свои планы в плоскости избирательной кампании. Несмотря на сопротивление федеральной власти, Техас проводит свою операцию, направленную против миграционной проблемы. Местной власти помогают жители штата. Они также возводят заграждения, которые становятся частью стены Трампа и мешают пограничникам их убирать. Конфликт движется в сторону эскалации, так как на кону как для Техаса, так и для демократов во главе с Байденом стоит слишком многое. Защитники заграждения и их оппоненты вооружены, ситуация раскаляется, и до применения оружия остается один шаг. Техас таким образом все больше отдаляется от Соединенных Штатов просто в силу попытки соблюсти интересы жителей торжества здравого разума и законности.